В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Совсем недавно отмечался Всемирный день сна. О его роли в нашей жизни, а также о тайнах сновидений. Нам сегодня расскажут заведующие отделением психопрофилактики Владивостокской поликлиники номер 3 Зоя Байеркеева и врач-психотерапевт Роман Скидан. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Сны – интересная такая тема. Мне кажется, можно говорить бесконечно. Я вот человек, который очень любит поспать. Но мне кажется иногда, что поспать не очень любит меня. Это уже другая история. Зоя Владимировна, зачем мы вообще спим? Треть своей жизни проводим во сне. Ну, столько всего можно сделать. Зачем нам этот процесс? Ну, самое очевидное, наверное, это для того, чтобы действительно восстановиться и оставшиеся две трети своей жизни быть полными сил и готовыми к дальнейшим свершениям. То есть это самое простое. Если бы сон не был бы нам нужен, его бы не было. В человеческом организме всё очень гармонично. Поэтому если нужно одну треть спать, то нужно спать. Ну, спят все, в принципе. Кошки, например, по 18 часов спят. А, кстати, сколько должен спать человек, Роман Игоревич? Вы знаете? Ну, наука говорит, что в среднем хотя бы 8 часов где-то, 7-8 в районе. Да, чтобы как-то были силы и проснуться достаточно бодро. Ну, наверное, это всё тоже индивидуально. Ну, в детстве, например, этот период гораздо больше. Например, новорождённому нужно спать хотя бы 10-12 часов, потому что у него идёт период адаптации к новой среде, к новой жизни. Он рождается из водной среды, где всё было постоянно, постоянные звуки. Да, постоянная как бы среда такая. И рождается он туда, где громкие звуки, где другая совсем среда, она воздушная. Кожа привыкает к этому. И тратится много сил, энергии нервной системы, на то, чтобы приспособиться. Поэтому у малышей, как правило, спят гораздо больше. Я, видимо, ещё молоденец. Мне тоже нужно 10-12 часов на сон. Нет, индивидуальные нормы, они где-то варьируются от 6 до 10 часов. То есть 8 часов – это такая усреднённая цифра. Ну, вот я, да, я абсолютно счастливый человек. Если я поспала 10 часов, 8 часов, я вроде как выспалась, но встала с будильника. Поэтому для меня это достаточно сложно. Ну, давайте перейдём, наверное, к самой интересной части нашей беседы – это сны. По какой причине нам снятся сны? Да, это правда интересный вопрос. Дело в том, что несколько лет назад в Англии, если не ошибаюсь, был проведён эксперимент одним врачом по такой интересной фамилии Демент. Он людей на 3 дня оставлял без сна, без еды. И смотрел, что будет, ну, как бы, вот если лишить вот этой важной части, да, то какие будут изменения. И это была, ну, достаточно большая выборка людей, ну, кто согласился участвовать в этом эксперименте. И, в общем-то, к третьему дню у людей наблюдались невротические расстройства, то, что в нашей специальности называется, да, возникала не только бессонница, раздражительность, тревога, ухудшалась работоспособность, ухудшалась память, возникали эмоциональные колебания, колебания настроения, и у некоторых даже возникали предпсихотические состояния. То есть это та часть психики, которая, правда, выполняет очень важную регуляторную функцию. И вот, как сказала, да, Зоя Владимировна, действительно в нашем организме все очень взаимосвязано. Дело в том, что для сознания сложно воспринять вот эту целую взаимосвязь. И сознанию легче, ну, как бы разделять, делить объект на отдельные такие части, чтобы легче было воспринимать, да. Собственно говоря, поэтому возникает много направлений наук, потому что, ну, единым взглядом это все охватить очень сложно. И дело в том, что разные направления, скажем, да, вот психологии, они рассматривают вот эту важность сна, да, с разных сторон, по-разному. И, например, аналитическая психология, да, вот я являюсь аналитическим психологом, это направление, которое предложил ученик Фрейда, Карл Густав Юнг, он рассматривал сны как одну из важных частей нашей жизни, и рассматривал не просто как реакцию на что-то внешнее, но и так же как на некую сцену, где происходит действие, скажем, действие души человека, где представлена вся психика человека, персонифицирована в разных вот этих вот сюжетах, где как бы в виртуальной реальности я проживает какие-то важные события, важные какие-то моменты на символическом уровне для того, чтобы понять, как развиваться. И другие, например, направления тоже психологии, например, современные направления гештальтерапии во Франции, один известный исследователь этого направления, он как-то писал в одной статье, что во снах происходит генетическое перепрограммирование, то есть как бы возврат к таким истокам, к нашей такой генетической памяти, как бы как мне жить эту жизнь, как свой путь найти среди вот всех ситуаций каких-то жизней, социальных, общественных, личных, индивидуальных. И, собственно говоря, сны выполняют очень мощную компенсаторную в этом плане функцию. Это возможность, с одной стороны, отреагировать какие-то эмоции, эффекты, которые, например, сложно выразить здесь. Бывает, например, ситуация, там начальник, например, да, как-то так, ну, пожурил как-то или что-то такое, как бы какой-то выговор человеку сделал, да, и приходит человек, например, рассказывает, да, а снится, что да, ему что-то такое делаешь, как-то ему во вред, да, для того, чтобы отреагировать, потому что в реальной жизни человек боится это сделать, боится потерять место, да, боится показаться не таким, может, ему важно быть удобным каким-нибудь, да, там, и это то, через что его мир принимает, а другую свою сторону противоположную он не знает. И сон даёт возможность этому выразиться. И где-то на какой-то момент этого может быть недостаточно. Но если, например, со временем эти ситуации начинают повторяться, вот, то, может быть, этого не всегда достаточно, и тогда сюжет сна меняется, показывает какую-то более глобальную историю какую-то. И человек, например, просыпается и говорит, «Боже, а что же значит этот сон? Он меня так захватил, он меня так напугал, что-то страшное может произойти, и что, как же мне это понять, как же это, ну, вот, узнать?». И этим очень много занимался Карл Густав Юнг, и его ученики, собственно, и возникло вот это направление, которое, ну, во многом достаточно близко приблизилось к тому, чтобы понять, что такое сны. Ну, собственно говоря, как и многие другие тоже направления. Ну, то есть современная наука, она сны рассматривает как нечто полноценное, не просто так вот привиделось. Да, 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 как возможность что-то соединить в себе, как возможность что-то увидеть, как один из представителей гештальт-направления, собственно, я говорю, его создатель Фрид Спиалс, он говорил, что сон как сцена проекции, то есть как возможность посмотреть со стороны на то, что происходит внутри меня, какие чувства поднимаются, какие истории возникают, какие воспоминания они поднимают за собой, и возможность это прожить, чтобы дать этому месту быть в своей личной истории, что это часть меня, чтобы была потом возможность, ну, отреагировать не из прошлой ситуации, а из того, что происходит сейчас. Зоя Владимировна, будучи психологом, вам снятся сны, и вы в них разбираетесь как-то? Снятся, конечно, снятся, да, куда же без них. Не всегда, да, некоторые сны хотелось бы смотреть, может быть, почаще, да, то есть такой увлекательный сериал с продолжением. Иногда они позволяют посмотреть и увидеть те вещи, которые в текущей, да, такой вот загруженной информации огромной жизни, не замечаешь, да, потому что во сне, ну, собственно, конечно, сознание отчасти отдыхает, и работа бессознательного происходит, да, потому что, как бы, нет внешних таких раздражителей, как сказал Роман Игоревич, больше акцентренно на внутреннее, на внутренние переживания, то есть и внутреннее телесное, и внутреннее, именно психическое. И поэтому с удовольствием, когда есть сны, я их записываю, вот, и стараюсь потом через некоторое время ещё раз посмотреть, да, что там было, о чём это было, для чего это. И есть некоторые подсказки, да, которые позволяют либо увидеть свой путь, не то чтобы неправильный, да, но вот тот путь, который может быть тупиковым, да. И те желания, которые не реализованы, да, те потребности, которые депривированы. Вот, поэтому очень интересная такая часть жизни. Роман Игоревич, а в разные эпохи как люди относились ко снам? Ну, ведь сегодня мы продвинутые, а что было там несколько столетий назад? Да, дело в том, что взгляд на сны, если так посмотреть в общей такой исторической, как бы вот на стороне, он в разное время менялся. И мне всё-таки не так давно с коллегами-психоаналитиками, когда беседовал, мы как-то так больше сошлись во мнении, что как раз-таки, как ни странно, в прошлой эпохе человек был ближе к себе, чем сейчас. Рациональная ментальная культура, она сделала очень большой такой отпечаток, глобальный большой, ставку именно на мышление. А на другие функции сознания, такие как чувства, ощущения, интуиция, они остались где-то вот в стороне, как бы. И поэтому к основным, разумеется, люди раньше относились с большим, скажем, интересом, уважением. Собственно говоря, с этого начался интерес у Карла Юнга к своему поиску пути в психотерапию, в психологии. Дело в том, что во многом в разных культурах жизнь, даже общественная, подчинялась тому, как живёт мир вот этой вот коллективной психики, мир, который является во снах. Разные племена, например, это заметил Юнг в своём кругосветном путешествии, это его удивило, например, в Новой Зеландии, там, ближе к экватору. Он обратил внимание, что вот те общества, которые живут племенным образом на тот вот момент, у них социальная жизнь регулировалась за счёт внимания ко сну. Был даже такой ритуал, когда деревня собиралась кругом, и дети рассказывали свои сны, шаман их трактовал вместе со взрослыми. Одна из последовательниц, создательницы другого направления психотерапии, юнгианской песочной терапии, Джуна Тертон, она в своё время была в Сингапуре тоже, и в одной из местных деревень, обратила внимание, что там до сих пор, это был 2000 год, до сих пор там на тот момент сохранился такой ритуал, что в определенном месте собирались жители этой местности в два круга, внутри дети, снаружи взрослые, дети раз в месяц они собирались, дети рассказывали свои сны, взрослые помогали им интерпретировать их. То есть, по сути, через такую форму ритуала происходило обозначение ребёнку того, что у него есть внутренний мир, у него есть какой-то мир переживаний, он перекликается с миром того общества, где он живёт. И тогда происходит встраивание психики в контекст моей жизни, социальной жизни, духовной, то есть разные пласты тогда вместе соединяются. И тогда как бы Юнг чему удивился, что у меня нет возможности, ну, необходимости болеть, нет необходимости выражать напряжение в симптоме, потому что тогда я начинаю понимать смысл через символику, которая приходит изнутри. И, собственно говоря, это был один из поводов, ну, скажем, конфликта между Юнгом и Фрейдом, потому что Юнга была своя как бы идея, он в кругосветное путешествие не ездил, и он не видел, как это в мире происходит, да. А Юнг увидел это и удивился, что вроде бы индустриальная там Европа, да, продвинутая такая, да, вот мышление на первом месте, да. А, казалось бы, да, они индустриальные племена, и у них нет таких неврозов, какие были у индустриальной Европы. Вот, и он этому очень удивился, что там не было ни психотерапевтов европейских, да, а не психоаналитиков. А методы были. А это работало, да. Это его удивило. Более того, есть данные, что, например, в Древнем Египте, потом уже и в Древней Греции был такой ритуал, что для того, чтобы исцелиться от какого-то заболевания, больной приходил в храм. Ну, вот, на примере Греции такие храмы назывались Асклепионы. А храмы, посвященные Богу исцеления Асклепия. Асклепия. Да. Бахурачок. Вот. И важный момент был, что сначала человек проходил долгий путь подготовки, очищения, настройки такой на внутренний мир, переключения с внешней обычной жизни. И в какой-то момент, перед тем, как он засыпал в этом храме, там было специально отведенное место, ему давали в руки голубой большой кристалл сапфира. Он сматривался в этот кристалл, крутил, вертел его и потихонечку засыпал, как бы концентрировался. Ему снился сон. И потом служитель этого храма помогал ему интерпретировать этот сон для того, чтобы понять, что могло бы исцелить. То есть сейчас, конечно, у нас такой веры у большинства в сны нет, что они как-то могут нас исцелить. Но дело в том, что тогда в самой культуре было вот это восприятие, что сон – это не просто что-то такое, что приснилось и что-то не имеет никакого смысла. Наоборот, за счет того, что сны наделялись смыслом, и происходило вот это исцеление. А какие смыслы несут сны? Какие смыслы? Хороший вопрос. И здесь, во-первых, наверное, ответ на него должен дать тот человек, автор сна. Это же его сон, он творец. И это его, прежде всего, смыслы. Несмотря на то, что символика отчасти может быть и универсальной, такой вот коллективной, но здесь важно именно собственное отношение к этому символу, что этот символ, что этот смысл для человека, для автора. Но прежде всего, это действительно, может быть, вот те потребности, которые не доходят до уровня, до сознания. Те конфликты, которые возникают, но, опять же, человек не может их никаким образом в своей обычной бодрствующей жизни в сознании их преодолеть, разрешить. Как правило, такие вот очень противоречивые тенденции. Для нас вообще характерна конфликтность. Определённо. Ну да. Да. То есть мы хотим. Разное, противоположное, одновременно. Причём. И вот некоторые вещи, они нами осознаются, понимаются, и мы можем где-то этот конфликт, что называется, урегулировать. А есть более серьёзные, более глубокие вещи. Когда, что называется, и люблю, и ненавижу одновременно. И это воплотить невозможно. Так вот, как раз через сны, вот этот конфликт, он актуализируется. Интересно. Зоя Владимировна, а детям снятся сны? Когда вообще мы начинаем видеть сны? Вообще есть исследования, которые подтверждают, что ещё в утробе матери. А, уже в утробе. Да, то есть уже есть определённые… Ну, сон-то однозначно есть, как физиологический процесс. Понятно, что это не те сновидения, как мы привыкли взрослым человеком воспринимать в виде образов, картинок, действий. Нет. Но это на уровне ощущений, на уровне звуков. Вот что младенец уже может, насколько его сенсорная система готова. То есть он приятно-неприятно, звуки какие-то. Прежде всего, конечно, это связано с мамой. Потому что первое время – это единое целое. И вот это и мамино тепло, и мамин голос. То есть это всё воспринимается и во снах. То есть у младенца есть рефлекторная улыбка. То есть, в общем-то, говорят, что это может быть просто чисто рефлекс. А есть исследования, которые говорят, нет, это как раз-таки именно улыбка, связанная во сне, когда младенец улыбается, связанная именно с тем сном, который он видит. То есть на уровне удовольствия, приятного чего-то. То есть именно в ощущениях. То есть ему снятся необранные приятные ощущения. Тепло, запах мамин, вкус молочка. То есть могут причмокивать. То есть такие вот вещи. И, конечно, по мере развития психики сны становятся более интересными. То есть появляются действия, появляются образы. Где-то, начиная с трёх лет, ребёнок уже видит и себя во сне. То есть личность формируется, появляется я, и уже там сны могут быть вокруг самого носителя, да, сна. Так что мы проводим во снах очень много времени. Я хорошо помню себя маленькой. Тогда был популярный мультик, и мне снился герой Плута. Есть такой герой собака. Да, собака, собака, да, такая. И вот я хорошо помню, что у меня кроватка так стояла детская, и вот как будто за моей кроваткой бегает этот Плута. И вот это был мой детский сон. Ну, забавно. Замечательно, что вы его помните. Помню до сих пор, да. Страшные сны. Когда они нам снятся, и что они с ними делать? Что с ними делать? Ну, во-первых, смотреть. Может, не надо. Ну, а что тут сделаешь, да? На самом деле, в период таких вот, ну, кошмарных, страшных, тревожных сновидений начинается вот примерно как раз-таки социализация ребёнка. Это возраст от трёх, там, да, до семи-восьми лет. Такой первый период. И понятно, что ребёнок начинает отделяться уже от мамы самостоятельно. Он сталкивается с социальными институтами. Это детский сад, это няни, да, то есть это вот уже отрыв от мамы, потери, да, то есть потери, конечно, потери, потому что взрослые ушли, оставили неизвестно с кем, да, то есть вообще в чужом непонятном месте. И к психике нужно к этому адаптироваться, в том числе через сновидение, прежде всего, да, для ребёнка. И второй период – это период пубертата, да, потому что здесь и гормональный взрыв происходит, и проявляется сексуальность, и агрессия, и, то есть вот эти вот два инстинкта, да, их нужно соединить, а часто они ещё как будто буированы, да, то есть ну что такое подросток? Уже не ребёнок и ещё не взрослый, да. Он, в принципе, он по своему уровню мышления уже как взрослый, да, но ему ещё многое нельзя, да, то есть из того, что можно взрослым, да. И вот это вот такой очень конфликтный период. Иногда говорят, что это, в общем-то, период психоза в жизни каждого человека, да, то есть такого вот нормированного, если можно соединить условно. Условно, да. Да, ну потому что действительно то, что происходит в психике, это вот полный раздраж. Для неё это очень прям внезапно, да. И здесь, конечно, кошмарные сны не могут быть показателем прежде всего вот того, что беспокоит ребёнка. Я бы вообще практиковала бы с утра начинать с обсуждения вот этой ночной жизни и не делать вид, что её не было. То есть вот Роман Игоревич говорил о первобытной культуре отношения ко снам, то есть там действительно во многих племенах есть такая практика, да, там, а что тебе снилось, начинается утренний, да, там, завтра. Общение с ребёнком начинается именно с этого вопроса. И в зависимости от того, что ребёнку снилось, да, взрослый ему предлагает, ну, во-первых, анализирует, да, что действительно ребёнка беспокоит, какое его состояние, да, текущее, и предлагает различные варианты действия. Там, если тебе снилось, там, да, какое-то чудовище, да, которое за тобой угналось, и ты убегал, да, это действительно тебе было страшно, а давай попробуем в следующий раз не убегать, там, а повернуться к нему. И, может быть, его можно будет покормить чем-то, да, то есть, да, примириться. А вот, или там, давай придумаем, что у тебя может быть какой-то волшебный предмет, да, там, палочка, меч-кладенец, то есть, да, или помощь друга, то есть ты можешь, то есть давать вот этот вот момент переработки через сон, то, что волнует, то, что тревожит ребёнка. Во сне он может всё сделать, да, вот. Не случайно вот в возрасте, там, 4-5 лет дети часто начинают, там, летать. Ой, я помню, как летала. Есть, да, такое поверие, что, ой, ну, значит, растёт. Есть ещё одно объяснение этому, что это как раз-таки, вот, это же начинается игровая деятельность у ребёнка, символизм, и как раз вот эта творческая энергия запускается, то есть, его мышление уже готово к тому, чтобы творить. И вот этот вот элемент полёта, да, это как раз-таки его творчество. И, конечно, вот здесь можно предлагать любые волшебные варианты, да, то есть, с теми вот страшными, да, с нами, которые ребёнка волнуют. Но самое первое, это, конечно, вопрос, да, а что тебе снилось, и не отмахиваться. Знаете, иногда говорят, ой, да, это же только сон, да, то есть, ну, какая, ну, то есть, забудь, забудь. Во-первых, это, конечно, что? Обесценивание. Обесценивание того, что ребёнка тревожит, то, что беспокоит его, да. И что у него есть вот эта внутренняя жизнь. Внутренняя, да. Внутренняя мир. И тогда во взрослом мире, как бы, потом человек удивляется. А вот у меня не было-не было, а тут появилась чувствительность. Это что, я заболел? То есть, как бы, человек тогда не знает о том, что у него есть внутренний мир, и что есть мир его переживаний. Говорят, да, душа, а что такое душа, а что, разве, наука подтвердила, что есть душа? Как бы, да, что тогда игнорируется вот этот мир переживаний. Вот, что он человеку тогда оказывается необозначенным, если, ну, родители как бы не... А потом мы хотим, чтобы он был самостоятельный, да, такой вот взрослый, осознанный и решал все проблемы сам. А он не знает о своих проблемах. Ему всё время говорили, да, это пустяки. То есть, на другого боку перевернись, всё пройдёт. Вот, поэтому вот этот момент не самый благоприятный. И вообще, ну, если действительно помочь ребёнку, да, то лучше выслушать. Да, пусть расскажет, пусть прорисует этот сон. Да, предложите вместе с ним там проиграть этот сюжет. И предложите дальше во сне тоже использовать вот эту творческую, да, мощь, энергию ребёнка. Да, да, то есть, а ты не убегай, да, там, возьми у тебя в кармане, в левом кармашке у тебя лежит там вкусная конфетка, да. То есть, ты угости это чудовище, да. А потом, здесь же ещё тоже какой момент. И отмахиваясь от ребёнка, можно понять и что, собственно, в семье, что в педагогической системе может быть не так. Да, то есть, что ребёнок проговаривает, что его беспокоит, да, там, вот, там, образ бабы-яги может напоминать, на самом деле, воспитателя или учительницу, да, и о том, как он будет рассказывать, да, там, часто бывают очень буквально у детей сны, да, что вот он там возле доски ему было страшно, да, то есть, или там в детском саду его там заставляли что-то есть. Ну, то есть, это ещё один такой вот момент, который позволит взрослому понять своего ребёнка. Поэтому слушать. Ну, я задам последний вопрос, у нас уже совсем мало времени. Работают ли, работаете ли вы как-то со снами? Да, разумеется, в нашем отделении это, ну, скажем так, один из основных элементов, не сказать, чтобы направление, да, но один из основных элементов, с которым мы работаем. Работа со снами позволяет нам помогать людям с психосоматическими расстройствами, с тревожными, с депрессивными, со стрессовыми ситуациями, ситуациями горевания, ситуациями утраты. То есть, это очень достаточно такой большой спектр того, что правда может помочь, что может помочь адаптироваться и понять вот эти смыслы. И, собственно говоря, в следующий уже раз не реагировать симптомам, да, а находить что-то своё, вот, и узнавать себя, находить свой путь. Да, конечно, как со взрослыми, так и с детьми. И причём это, да, может, изначально бывает, что приходят, вот, как в случае с детьми, а помогите ребёнка, мучают кошмары, да, то есть, вроде бы в центре именно как раз работа со сном, но всё равно это затрагивает всю систему окружающего ребёнка, да, то есть, и с родителями, и по возможности не только, как бы, тема консультации о снах, да, но и о том вообще, что происходит наяву. Ну что ж, всем нам хороших снов. Я желаю записывать теперь свои сны и как-то их, наверное, анализировать. Да, уделяйте этому внимание. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о сне и о снах. В гостях у нас были заведующая отделением психопрофилактики Владивостокской поликлиники номер 3 Зоя Байеркеева и врач-психотерапевт Роман Скидан. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова